Здравствуйте, дорогие друзья. В нашей недельной главе Ницавим Всевышний говорит людям в изглажении своих законов, что он предлагает им жизнь или смерть. А затем Бог как бы обращается к человеку и говорит избери же жизнь, чтобы ты жил. Надо разобраться. Очевидно, что если человек выбирает жизнь, он будет жить. А если человек выберет смерть, он умрет. Это понятно. Но наша физическая жизнь и смерть это не то, о чем здесь вообще говорится. Мы знаем, что за исключением редчайших людей, которые там не в себе или что. Никто не агитирует за всякие физические самоубийства. Однако, к сожалению, мы совершаем духовные самоубийства каждый день. Ну, возьмем тысячу примеров. Зазвонил будильник. Перед нами вопрос жизни или смерти. Когда мы засыпали, у нас был четкий план встать вот в этот 7 часов там сделать то-то, сделать то-то. С предельной ясностью мы засыпали, что план будет выполнен. Но когда зазвонил будильник, да, мы как бы либо его выключили, либо немножечко переключили попозже. В этот момент мы выбрали смерть. Когда желание тела побеждает желание души, побеждает смерть. А если побеждает душа, понятно, что побеждает жизнь. Хотя может показаться слишком строго назвать дополнительные 7 минут на смерть, но это Бог так сказал. Вопрос тут приоритетов. Вот смотрите, что для тебя самое важное? Если бы в это самое утро был рейс, на котором тебе надо было лететь в самый лучший там долгожданный отпуск, ты бы вряд ли переставил будильник. Так что, особенно вот если там на молитву или что-то задержался, видишь, значит, твой приоритет другой. Если вы можете отказаться от второй порции большого красивого пирога, когда вы уже, в общем-то, абсолютно сыты, то вы выбираете, что? Жизнь. А если, вопреки здравому смыслу, его съедать, это смерть. Если вы, не знаю, делаете, что вам сложно, звоните кому-то, кого вы не сильно любите, для того, чтобы наладить отношения или поблагодарить человека, или просто убрать какие-то там шероховатости, вы выбираете, что? Вы выбираете жизнь. Но думать только о себе, это выбор смерти. Использовать там, я не знаю, по назначению беговую дорожку, это жизнь. А вешать на нее вещи, не пользоваться, это смерть. Много всего. Делиться нашим временем и деньгами с тем, кто в этом нуждается, это выбор жизни. Хотите вы или не хотите пренебрегать этой возможностью выбор смерти. В принципе, все, что требует усилий и трудно для выполнения, но при этом заставляет человека чувствовать себя удовлетворением внутренне, духовно. Это выбор жизни. Но выбирая смерть всегда очень легко не совершенствоваться, не расти, не бросать какой-то внутренний вызов себе. Мы продолжаем смерть выбирать на продолжение всего дня. Но ведь каждый из нас создан только для жизни. Надо сделать правильный выбор, почувствовать себя намного счастливее, намного, чем можно представить себе. Ведь как сказал Всевышний, избери жизнь, чтобы ты жил. Выбери жизнь, тогда будешь знать, что такое жизнь. В Торе вся жизненность, это все описано, она вспомнит, откуда это все взялось. Написано то, что в первый раз ты услышал в Торе, вот там корень, где была первый раз о жизненности. Бог вылепил человека, прах земли, и вдохнул его в ноздри, дыхание жизни, и стал человек, живым существом. То есть материальную, не вечную сущность, вложили душу, живую. Все. Жизненность человека, в отличие от животного, связана не с телом, а с духом. Только через дух он получает жизнь. И к духу привязана, написана его душа. Поэтому, например, жизнь и здоровье человека не зависит только от тела. То, что убивает животное, не всегда убивает человека. Будет ли человек жить, или не предполагают, с такой же уверенностью, как судят о выживаемости животного. Почему? У человека есть мазаль, судьба. Есть что-то непредсказуемое. Кажется, что подорвано у человека, например, здоровье, а человек продолжает жить, живет за счет только одной воли к жизни. И вот дух сохраняет ему жизнь. Теперь, казалось бы, рецепт абсолютно понятен. Чтобы укрепить дух, меньше обращать внимание на материю, и все, ты победитель. Но кто поступает именно так? А судить-то нас будут на небе не за количество часов, там на тренажере, даже, хотя это неплохо, но судить будут за то, как укрепил ты за этот год свою духовность, или растерял. Кого ты кормил в этот год? Тело или душу? Где были твои приоритеты? На что ушла вот эта энергия неба? Я всегда делюсь планом по прохождению сюда. Написано, царство небесное, как царство земное. Для того, чтобы в царстве земном получить какой-то там, я не знаю, кредит, или какие-то там, деньги на развитие проекта, надо сделать бизнес-план. Надо доказать тем, кто распределяет средства, что ты имеешь реальные какие-то возможности в следующем году сделать то-то, то-то. Все переведите на духовное. Сядьте, напишите, я сделаю это, вот тут я обязательно, тут что-то поправлю, тут я сделаю, вот это я возьму, така такая-то, буду заниматься, урок два раза, все, напишите. Не дай бог, что-то не получится, но будете оправдываться в следующем году. Но в основном, ну хотя бы хотеть-то надо. Как сказал еще и второй один рецепт для тех, кто совсем ленивым. Сказал его Рабица Лантер, что страх перед судом, средство как быть оправданным на суде. Поэтому надо хотя бы бояться того суда, который ждет нас через несколько дней. Того великого и справедливого суда, в котором нельзя ни подкупить, ни обмануть. Он видит в душе, он видит в мыслях, он видит в сердце. И вот к этому суду нам и надо готовиться. Я думаю, что если хотя бы вот мы и в этот урок вслушаемся и вдумаемся, нам уже легче будет пройти суд. Лархавы от слаха. Всего самого-самого лучшего.